Приветствую вас и сразу хотел бы сказать, что говорить о человеке, которого мы не знаем, в принципе, всегда характеризуется, неизбежно, рядом предположений. То есть вы хотите, чтобы мы вам ответили на вопрос, что отношает ее поведение, поведение вашей мамы, и я отвечу на него, постараюсь ответить, но и вы постараетесь понять, что о вашей маме все-таки нужно больше информации, потому что вот той информации, что вы дали, очень мало. И этого недостаточно для того, чтобы дать полную характеристику того, что происходит с нашей мамой. Но все же кое-что, кое-что, а я, наверное, все-таки могу сказать, у вашей мамы есть на протяжении всей истории Есть такая линия поведения, что она преследует свои интересы, она всегда как будто чего-то боится, Она постоянно как будто чего-то опасается и у нее есть определенные страхи, скорее всего, уж нельзя сказать, наверное, точно какие. То есть это может быть страх, например, остаться одной, страх остаться без средств существованию, страх, может быть потерять поддержку и так далее. И вот эта идея движется. И сейчас, когда она, по сути дела, осталась на потяжении государства, то ее эгоизм, который, в принципе, был с ней всегда. Вы сами говорите, что она и продукты, да, прятала, и, в общем-то, квартиру или комнату, там, не очень понятно, от вас запирает. И, в общем, ведет себя довольно-таки, так, обособлено. Но при этом считает, что вы ей должны. При этом она и скажет, что вы, сестра, ей должны, если вы плохи, если ей не помогаете. Ну, это вот позиция такого родителя, который, складывая что-то в своего ребенка в детстве, потом считает, что ребенок должен это как-то компенсировать, ребенок должен это как-то отдать обратно. Но это довольно неправильно и продиктовано тем, что, по сути дела, значит, тем, что, по сути дела, родитель переносит на ребенка свои желания. И ваша мама, она приносит свои желания на вас уже. С чем и связано такое вот ее поведение. И, может быть, это возрастное, может быть, это просто проявление качеств, которые у нее были всегда, просто обострились сейчас. Это не столь раз. Важно другое, что своей маме вы ничего не объясните. Важно другое, что вы не доканете ей никогда, что вы хороший человек. Потому что у вашей мамы есть свое мнение, и в силу возраста она его не поменяет, это было бы слишком тяжело для нее, слишком затратно для нее. Она своего мнения не изменит, к сожалению. Может быть, даже и хотела бы изменить, но не может этого сделать никак. И вам нужно с сестрой просто перестать воспринимать ее, я имею ввиду, свою маму серьезно, в том контексте, когда она говорит о вас. И просто-напросто относиться к ней, как к человеку, который видит только проблемы. Вот в силу своей жизни, в силу своего восприятия и так далее. Она видит только проблемы, но это ее видение и вам на себя это видение перенимать на себя. Чего хорошего, вы этого не добьетесь. И соответственно, маме своей вы ничего не докажете таким образом, только лишь нервы себе потреслите. И в принципе все. Значит, как лучше себя с ней вести? Вести себя с ней лучше везливо, молчать по большому счету, отвечать только по конструктивным направлениям диалога. То есть только на те моменты по тем темам, которые не являются излюбленными объектами для обсуждения вашей мамы. И по сути дела игнорировать все, что она говорит по поводу вас. Иными словами, необходимо четко очерпить границы и один раз своей маме сказать об этом, что на какие-то темы, которые обсуждает и на которые говорит она, вы больше общаться не будете. Или больше общаться не будете, или просто не будете. То есть это же как вы выиграете. И все. И вам нужно вести себя так. Вы правильно сказали, что иногда вашу маму вам жаль. Ее действительно жаль, как человека пожилого, как человека, не принявшего те изменения в жизни, те изменения в мире, которые произошли. Ее действительно жаль. Она как ребенок, который не понимает ситуации, не понимает мира и от него защищается негативом. И если вы будете это принимать и понимать, то и относиться к ней, вы будете так, как относятся обычно к ребенку. То есть по сути дела исходительно и не обращая внимание на какие-то шалости и так далее. Также своей маме нужно четко сказать, что свои проблемы она решает сама. Свои проблемы она решает самостоятельно. И пусть она их обещает. Пусть она, если вот у нее долги, если она вам не позволяет, например, в квартире или в комнате быть. Пусть она свои проблемы решает сама. То, что вы, как бы, поддаетесь ее давлению, то, что вы позволяете вваливать на вас вину за какие-то вещи, это неправильно. Вина – это скрытство социального управления людьми. Вот нужно четко разграничивать, что является вашей ответственностью, а что является ответственностью вашей мамы. И тогда проблем с разграничением того, за что отвечаете вы и за что отвечает она, не будет. И понятно, что вашей мамы не будет этим заниматься. Понятно, что ей не выгодно, чтобы эта ответственность была расстрелена. А это значит, что вам нужно принять решение и сделать выбор в сторону этого. По-другому данную ситуацию не решить. При этом общайтесь с ней доброжелательно, открыто. Но соблюдайте свои личные границы. Ваша мама соблюдать их не будет. Ну и рекомендуется проанализировать ваши отношения с мужчиной, потому что вы сели с ней, теперь разъехались, потеряли работу. И, конечно, вы счастливы, но тем не менее, если вы хотите разобраться в этом, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!